И отправить. Любой проект начинается с идеи, которая, скромно говоря, гениальна. По крайней мере, так кажется нам. И только нам, пока мы не решим поделиться ею с другими. Нет, я не хочу, чтобы все думали, что я хвостун и смеялись надо мной. Оспомнись, идею могут украсть. Я не хочу так рисковать. Не хотите саморекламы? Ну и пожалуйста. А вдруг и правда ваш скрытый гений разглядят среди тысяч? Как это было со скрипачом Джошуа Белла? В 2007 году газета Washington Post решила провести эксперимент и проверить значимость рекламы. Она отправила на многолюдную станцию метро в Вашингтоне одного из самых знаменитых скрипачей мира. Самые дешевые билеты на его концерты стоят не меньше 100 долларов. Ему вручили скрипку стоимостью в 3,5 миллиона долларов, одели в самую невзрачную одежду и предложили играть самые блестящие композиции всех времен. Через 40 минут Белл собрал лишь 32 доллара 17 центов. При том, что мимо него прошли тысячи людей, которые охотно расщедрились бы, узная, не кто перед ними выступает. Но они не знали. Чье же это упущение? Дэвид Блайн однажды сказал, ждать успеха безусердной работы – то же самое, что ждать урожая, когда ничего не было посеяно. Ни одна идея в момент ее зарождения не гениальна. Они лишь могут иметь потенциал. И Ваша задача продемонстрировать его окружающим, чтобы они подтвердили Ваши мысли, если это действительно так. Поэтому нужно уметь заявить о себе и своих идеях. Но показывайте не себя, а свою работу, самые сильные стороны и достоинства, преимущества над другими, чтобы вызвать поначалу интерес, а потом и уважение, так как оно является залогом преданной аудитории. Знайте, что Ваша аудитория – это не просто фанаты или подписчики, это люди, достойные Вашего внимания. Они, как и Вы, прониклись идеей и готовы по-своему ее поддержать, будь то дельный совет, желание рассказать о Вашей идее знакомым и купить готовый продукт. Ну и, конечно же, поблагодарить Вас лично. Ну или в нужный момент спустить Вас с небес на землю. Когда Вы открыто заявляете о своем намерении рискнуть, Вы заручаетесь поддержкой единомышленников и уже не сможете отступить, так как негласно берете на себя обязательства перед ними. С этого момента Вы начинаете более серьезно относиться к проекту, фокусируйтесь на нем и сохраняйте желание довести дело до конца. Подведем итог. Как говорил Вуди Ален, знаменитый сценарист и режиссер, 80% успеха – это умение быть на виду. Поэтому первое – заявите о себе, но рекламируйте не себя, а свою работу. Второе – заручитесь поддержкой творческих людей. Они помогут Вашей идее развиться. В наши дни очень легко окружить себя единомышленниками. Для этого достаточно завести блог, зарегистрироваться в соцсетях, открыть канал на YouTube, на Instagram. Ну а можно делать все это сразу, если Вы, конечно, будете везде успевать. Третье. Напоминайте о себе как можно чаще, но по делу. Делайте это так, чтобы о Вас было что сказать. Четвертое – общайтесь со своей аудиторией, как с коллегами. У Вас ведь общие интересы. И пятое – не упьяненьте от неожиданно громкой реакции. Будьте собой, будьте искренними и делайте свою работу так, чтобы Вас не просто разглядели, но и уважали. Ну и, конечно, не забывайте мыслить продуктивно. До встречи! Дорогие пассажиры космического судна «Земля», с Вами говорит один из пилотов корабля. Мы провели полный анализ всех двигателей и системы в целом и подготовили весьма интересный отчет о Вашей родной планете. Пристегнитесь, потому что сейчас Вы узнаете о том, о чем никогда и не догадывались. Комфортного Вам полета! Если кого-то интересует возраст нашей планеты, то ей более 4,5 миллиардов лет. Поэтому Вам придется постараться, чтобы удивить ее подарком к очередному дню рождения. Это единственная планета, не названная в честь древнеримских богов, а также единственное место в Солнечной системе, где вода представлена сразу в трех состояниях – твердом, жидком и газообразном. Если для сравнения уменьшить Солнце до размеров волейбольного мяча, то наша планета будет соизмерима горошине, а ее поверхность будет более гладкой, чем шар для бильярда. Земля не идеально круглая. Она имеет форму сплюснутого сфероида. Если Вы встанете на экваторе, то будете вращаться вокруг центра Земли со скоростью в 1609 километров в час. Правда, Вы этого даже не почувствуете. Вращение Земли постепенно снижается приблизительно по 17 миллисекунд в сотню лет. Именно поэтому 2015 год был на одну секунду длиннее. Однако пройдет не менее 140 миллионов лет, прежде чем в сутках появится 25-й час. Если Вам захочется заглянуть в прошлое, то зеркало заднего вида у Вас прямо над головой. Все мерцания звезд, что Вы видите, на самом деле отголоски того, что произошло много лет назад. Но из-за их удаленности их свет доходит до нас с небольшой задержкой в какие-то миллионы лет. Если Вы не знали, то каждый из Вас тоже звезда. Не эстрада, конечно, а буквальная, так как на Землю ежедневно опускается приблизительно 300 тонн космической пыли, и многие составляющие Вашего тела от зубов до ДНК образовались благодаря этим маленьким частичкам. Хорошие новости. За последние 150 лет продолжительность жизни человека увеличилась вдвое. Плохие новости. Количество животных на планете за последние 40 лет сократилось на 40%. С момента возникновения парникового эффекта температура поверхности нашего судна подскочила с 13 до 35 градусов Цельсия. Поэтому наши зимы все меньше похожи на себя. Наш вечный спутник Луна, который находится под действием земной гравитации, не только освещает нас по ночам и создает затмения, но и контролирует приливы и отливы. Без Луны волны были бы на 60% слабее, что значительно снизило бы сопротивляемость планеты при вращении. И сутки с 24 сократились бы до 6-8 часов, а в году было бы 1100 или 1400 дней. Изначально вся вода была скрыта под землей, но вулканическая активность высвободила ее на поверхность. И теперь она на вес золота. Причем буквально. В одном литре морской воды содержится около 13 миллиардных грамм золота, а значит в 71% земной поверхности растворено 20 миллионов тонн золота. При этом более 90% водной глади остается неисследованной. Молния бьет в землю около 100 раз в секунду или более 8,5 миллионов раз в сутки. 20% земного кислорода производят амазонские джунгли, а северный магнитный полюс двигается на 16 километров в год, так что однажды он станет южным. В долине смерти в Калифорнии камни сами меняют свое положение. Ученые считают, что всему виной ветер и талый лед под ними. В 30 местах планеты песчаные дюны необъяснимым образом поют и кряхтят, создавая музыку, похожую на жужжание пчел. Если попытаться уместить историю Земли вплоть до сегодняшнего дня в 24 часах, то жизнь зародилась бы в 4 утра, а человеческая история началась бы в 23 часа 58 минут и 43 секунды. И на заметку, птицы на самом деле потомки динозавра. Как вы видите, Земля по-прежнему исправна и в основном безвредна. Спасибо, что выбрали наши космолинии. Земля. Чувствуйте себя как дома. И, пожалуйста, не мусорьте в салоне. Человек, который опьяненно заглядывается на небо в поисках новой жизни, однажды споткнется и упадет. Но затем он встанет, отряхнется и снова устремит взгляд в небо в надежде отыскать новую жизнь. Но что, если она не вверху, а внизу? Настыр наставит вам подножку, чтобы вы, наконец, заметили ее и увидели то, что увидел Нил Гейман и запечатлел в своей книге «Никогде». Кто бы мог подумать, но пути порядочности неисповедимы. Об этом молодой многообещающий клерк по имени Ричард узнает после того, как оказывает на улице помощь раненой девушке, на которую напали бандиты. Как только девушке становится лучше, она просит разыскать ее знакомого, с которым она тут же исчезает в никуда. С этого момента воспоминания о Ричарде Мэйхью начисто стираются из памяти всех его знакомых. Его место на работе занимает другой человек. Любимая девушка его не узнает, а квартиру его арендуют совсем другие люди. Его словно никогда не существовало. Единственный способ вернуть свою жизнь это отыскать ту самую девушку, что назвалась «Дверью», помочь ей спастись от жестоких убийц и, конечно же, выжить в полном безумии о подземном мире, что уютно разлагается под улицами ничего не подозревающего Лондона. Книга «Никогде», которая в ранних русских изданиях называлась «За дверье», изначально появилась в виде мини-сериала на канале BBC. Затем автор написал саму книгу, а за ней последовали адаптации в виде комикса, пьесы и радиопостановки с участием таких актеров, как Джеймс Макэвой и Бенедикт Камбербэтч. Автор, который никогда не писал продолжение к своим книгам, признался, что задумывается о написании второй книги. Правда, когда это произойдет, он и сам не знает. Чтобы я посоветовал начинающим писателям, не прекращайте писать. Пишите, когда нет вдохновения или нужно писать то, что совсем не вдохновляет. Дело в том, что большинство, выбирая эту профессию, не осознают, что придется именно писать. Многие надеются, что ночью к ним заберутся эльфы и закончат за них работу, но они не придут. Вы один в поле воин. Вам придется писать, не переставая, доводить дело до конца и затем начинать снова. При этом не стоит пытаться быть кем-то еще. Вы должны рассказывать историю так, как можете только вы, потому что найдутся люди поумнее и талантливее вас, но людей с видением, подобным вашему, больше нет. Книга «Никогде» как нельзя лучше подчеркивать талант автора, создавать пусть порой не самые лицеприятные, но невероятно заманчивые и атмосферные миры. Что ж, это были 100 страниц «Никогде» под авторством Нила Геймана. Ставьте закладку, увидимся в верхнем мире. Критический взгляд на жизнь свойственен большинству подростков. Он заставляет их видеть вокруг несправедливости проблемы, решения которых зачастую настолько ясны и просты, что просто кажутся глупыми. Ну и пусть. Не всегда же быть умными. Справляться с проблемами можно по-разному. Можно писать записи в дневнике или в интернет-блоге. Можно советоваться с родителями, как то рекомендуют психологи. А можно анонимно писать письма неизвестному другу, как это делает Чарли в книге «Хорошо быть тихоней». 15-летний Чарли после двух тяжелых трагедий в его жизни, самоубийства друга и смерти любимой тети, к которому он периодически мысленно возвращается, пытается влиться в школьный коллектив старших классов. И обо всем этом пишет письма незнакомому адресату, который, он надеется, его не осудит. Чарли не хочет быть изгоем, но дело в том, что он не похож на остальных ребят. Это замечают старшеклассники Патрик и его сводная сестра Сэм, которая быстро принимает его в свои ряды. В окружении новых друзей, новых открытий и новых чувств Чарли порой теряется, но при этом всегда остается с собой. Подростком, который не просто впитывает все новое и неизведанное, а подвергает его тщательному анализу, прежде чем переварить. При этом он пытается преодолеть на жизненном пути не только возникающие подростковые проблемы, но и скрыть ото всех груз своего прошлого. В книге очень много американских реалий и тем, которые могут показаться непонятными и, может, даже неуместными для нашего менталитета. Именно из-за них книга попала в категорию 18+. Манера повествования в виде писем неизвестному получателю, характер главного героя и многие черты других персонажей являются для автора очень личными. так как он привнес их из собственной жизни. С момента публикации книги я получил сотни и сотни и сотни и сотни сотен писем и имейлов. Подростки подходили ко мне на улице и то, о чем они говорили и писали, трогало меня до глубины души. Это позволило мне понять, что большинство подростков чувствуют себя одинокими. Они думают, что их никто не понимает, никто не слушает, что окружающим нет до них дела, как бы ситуация не складывалась на самом деле. В некоторых письмах ребята признавались, что планировали наложить на себя руки, но после прочтения книги они передумали. Когда подобные письма приходят одно за другим, ты понимаешь, какая ответственность лежит на писателе, когда он обращается к аудитории. В книге «Хорошо быть тихоней» стиль Ильич Боски очень откровенно и искренне рассказывает о самом критичном периоде в жизни подростка. И пускай книга исполнена в осенних, увядающих тонах, замызганных дождем, она вызывает желание быть преданным самому себе и чувство причастности к чему-то большему и бесконечному. Редактор субтитров А.Семкин